Говорят, мам, новый инстаграм, надо... Я говорю, что это такое? А такого еще у нас тут не было. Я вообще даже знать не знала про такую площадку. Мы растем, развиваемся. Просто себе это позволить не можете? Не работаешь? Отдыхай. Я замужем за своей работой. Тем более мне подсказали, что надо иметь всегда две странички. Блин, отметьте меня, пожалуйста. Я вообще за любой кипиш. Он мне просто позвонил через инстаграм, и он матом орет. Бывают разные неловкие ситуации. Все. Все правильно. Все бесит. Я получаю очень много вопросов о том, как продвигать свой личный бренд через инстаграм. И вообще, зачем это нужно? Страница профессиональная и страница личная. И как раз этой теме мы и решили посвятить новый выпуск проекта Инстачек. Сегодня тему личного бренда разберем на примере двух аккаунтов. Руководителя собственной типографии Людмилы Алябьевой и специалиста по недвижимости и ипотеке Светланы Севастьяновой. С инстаграмом девушки на ты. Но все равно остается масса вопросов, которые хотелось бы задать тому, кто в них лучше разбирается. Я являюсь руководителем и основателем типографии. В общем, все, что связано с печатью, это мой профиль. Ипотечный брокер. Помогаю людям решить самый главный вопрос, где жить. Это интересно очень, общение с людьми. Получается, ты всегда находишься в центре событий, то, что происходит в Челябинске. Потому что ты заранее уже все знаешь, печатный материал, ты все готовишь. Я честно кайфую от того, что работаю в этой сфере, потому что очень приятно, когда люди пишут тебе слова благодарности после сделок. Сделки не всегда простые, но от этого ты понимаешь свою ценность именно как специалиста, потому что на самом деле хороших, классных риэлторов, брокеров, их не так много на рынке. Инстаграм у меня появился благодаря детям. Они говорят, мам, новый инстаграм. Я говорю, что это такое? Вот, прикольная тема, давай попробуем. Мы года два назад, три, ну, года три назад, наверное, стали выкладывать фотографии, просто использовать как фотоальбом. Камп у меня появился в 2014 году. Как раз я только устроилась на работу. Я вообще даже знать не знала про такую площадку. То есть, ну, сотрудники были там зарегистрированы. То есть, ну, зарегистрировался я. То есть, поначалу это было все в личной тематике. Дальше больше закрутилось. То есть, стали уже добавлять какие-то фишки, знакомства. Года с 2017 я уже начала именно продвигать себя в плане специализации своей. Инстаграм-компании, он больше как каталог. Можно полистать уже и товар, товар, что мы делаем. Появилось понимание, куда и в каком направлении двигаться. То есть, опять же, там, сейчас я продолжаю развиваться в этой теме, потому что для бизнеса это очень клевый инструмент. И Светлана, и Людмила используют личный аккаунт в Инстаграм для продвижения своего дела. Помочь девушкам определить границы личного и профессионального на своих страницах помогает SMM-эксперт Анна Косинкова. Это машина, которая запоминает, как ты живешь. То есть, во сколько ты выкладываешь истории, во сколько ты выкладываешь фотографии, когда, как часто ты выкладываешь. То есть, вот я приучила свою страницу, что я выкладываю раз в два дня. То есть, вот, допустим, у меня пост в понедельник, следующий у меня пост в среду. То есть, я приучала свой Инстаграм в течение месяца работать вот так. Я за лайф, как говорится, я за жизнь в Инстаграме, да. То есть, это ты должна ненавязчиво продавать свои услуги. Если у тебя Lucy Print, это твоя работа, то твоя личная страница, это про тебя, про жизнь. То есть, ты можешь точно так же снимать жизни в студии, жизни с брендами, со своими, которые ты делаешь. Это футболки, бокалы, маски, да. Не надо это делать, допустим, в каждой, да, публикации. То есть, на каждую не нужно. У тебя там две про жизнь, три я на работе. Если у Светланы понятно, да, что она через личный блог себя как эксперт продает, и ей нужно реально там подписи на фото, да, то есть, экспертные посты и все остальное, это тебе нет. Прибираешь свою шапку профиля, да, добавляешь свои контакты, чтобы человек, да, кто на тебя подписан, мог сразу перейти к тебе в WhatsApp и написать, ты так же интересный, как человек, который может дать рекламу и рекомендации. Прибираем актуальные истории, то есть, ставим просто красивые обложки, Instagram про красоту, поэтому делаем просто красивое и все. А по ленте нет. Живите, пожалуйста, на своих личных страницах и показывайте свою жизнь. Как мне продвинуть свою страничку? Может быть, воспользоваться услугами блогеров? Ну, здесь даже больше не блогеров, да, а людей, которые у тебя покупают, то есть, к тебе пришла, пришел покупатель, да, твой клиент, попроси его тебя отметить. То есть, любая отметка, да, любой какой-то актив от твоего клиента, он будет тебе плюсом. Это новая аудитория. Подари, пусть тебя просто отрекламируют, да, и расскажут, где была сделана эта инстаметка. Все покупают не через коммерцию, да, то есть, покупают именно у людей. Сейчас люди, они уже хотят общаться непосредственно там с руководителем, видеть это все близко. Инстаграм дает такую возможность. Я могу продемонстрировать там в прямом эфире, пообщаться со своими заказчиками, показать какие-то новинки, ответить на вопросы. Катя, 500 подписчиков, она тебя отмечает. Люди такие, о, Катя купила квартиру через Светлану, да, а дай-ка я зайду. Они зашли, твоя страница их цепляет, да, потому что там есть все. Там написаны информационные посты, и кто ты, твое лицо есть. Они на тебя посмотрели, и такие, о, надо подписаться, чтобы не забыть, тебе не нужны блогеры. По тегам обязательно смотришь, то есть сегодня ты поставила, да, там типография Челябинск, завтра-послезавтра ты его не ставишь, потому что, понимаешь, вот он, как говорится, свежак выводит. Ну, в принципе, с 2017 или даже 2015 года Инстаграм очень сильно поменялся, то есть раньше было проще набрать аудиторию, да, там разместив какой-то пост, то есть сейчас это все более сложнее, поэтому СММщик – это крутой специалист, который нужен, я считаю, там, любому блогеру, если ты хочешь, да, там, масштабироваться, расти, увеличивать свою аудиторию, то в любом случае тебе нужен специалист, который будет продвигать тебя и продвигать твой бренд. Что бы ты посоветовала тем, кто продвигает свой профессионализм, свой продукт через личный блог в Инстаграм? Связывайте это все со своим личным. То есть здесь личный блог работает хорошо, когда твой продукт идет, как бы, не взначает. Сегодня я на работе, вы отмечаете, чем вы занимаетесь, да, то есть человек переходит к вам на страницу, да, он вас смотрит, но он может вообще не знать, да, что у вас есть там магазин, одежда, да, или там салон красоты, к примеру, да, то есть он посмотрит, скажет, о, классно, значит, я знаю хозяйку, да, всего этого мероприятия. Посмотрев девочек, да, их личные блоги, я могу сказать, что они с этим очень хорошо справляются, да, то есть я рекомендую Светлану своим друзьям, потому что я вижу, как она живет, как она работает, как она подходит к этому. То есть я понимаю, да, что это надежный человек, к которому можно обратиться. Также я не знала, что у Людмилы есть типография, то есть я это увидела через ее личный блог и заказала подарок на 8 марта. Люди покупают у людей, им важно видеть вас, как представителя бизнеса, да, в вашем же Инстаграм-аккаунте.